Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 января. Я сейчас вот уже по традиции быстро-быстро отвечу на ваши вопросы на канале YouTube, потому что делаю сейчас как можно чаще, стараюсь выходить, проверять комментарии ежедневно, потому что посевная приближается и для некоторых, особенно начинающих. Ну вот какой-то вопрос кажется таким важным, без которого вообще посевную начать невозможно. Сразу скажу, почти все ответы на ваши вопросы есть в прошлом году, и про замачивание, и про протравливание. Смотрите старые материалы, потому что в этом году еще посевов не было, и замачивание, протравливание показать еще было не на чем, потому что я еще ничего не делала. Понемножку начала, вот сегодня встала специально в 6 утра, сняла видео, чем замачивать для стимуляции, и потом чем повысить плодородие грунта, все это выложу, но конечно полный объем информации можно найти только в видео за прошлый год. Вот начинаем. Начинаю с самых свежих, потому что мне так удобнее, буду отодвигаться назад, но все комментарии все равно охватить невозможно, потому что время ограничено. Вот Екатерина Терентьева. Хотелось бы услышать, чем протравливаете, в чем замачиваете. Очень жаль, что нет этой информации. Ну вы с чего взяли, что нет? Вот вам отвечает, очень жаль, что вы не потрудились полистать ролики прошлого года, там автора роликов ругали, это меня, за то, что слишком подробно рассказывает, чем протравливает. Да, я все рассказывала, все досконально, очень-очень много видео, про каждый препарат снимала видео, с подробной инструкцией, меня уже ругали и называли занудой, что я вот на одном и том же все жую, жую одно и то же, но оказывается для людей этого мало. Пожалуйста, прошлогодние, отматывайте назад, смотрите прошлогодние видео, там я вообще вот про пассивные, предпассивные обработки, но очень много времени затратила в прошлом году, чтобы все объяснить. Вот очень умный есть у нас тут зритель Лиза Голицына. Салатовый бывает цвет, а овощи салатные. Если учите людей, следите за речью. Лиза, я очень рада, что вы у нас самая умная, самая грамотная, но я же не веду канал по изучению русского языка, не преподаю сценическую речь или речь там какую-то еще. Я просто рассказываю, даю советы огородные, и если у вас вот бывает некоторых людей режет слух, когда неправильно говоришь, ну вам нужно тогда просто сменить канал, смотреть других людей, более грамотных. Я, хоть я и люблю русский язык, и вообще, как я считаю, что знаю его хорошо, но некоторые, конечно, у меня недочеты есть, я с этим согласна, но менять уже что-то поздно. Мне уже почти 60 лет, в школу я уже не пойду. Лизонька дорогая, вот, ну или слушайте так, или идите в другое место. Здравствуйте, я ваша новая подписчица. Вот смотрите, вот это очень правильный подход, Лина пишет, и я хотела бы, чтобы все вот с таким отношением смотрели видео, и тогда будет намного проще и вам, и нам. Она пишет, так как совсем еще молодая огородница, можно сказать, зеленая, вы для нас энциклопедия, спасибо за ваши подробные советы. Так, вот пишет, так и хочется задать вопрос, но прежде я смотрю видео 3-4 раза, и на каждый мой вопрос нахожу ответ в ваших роликах, и вопроса нет. Спасибо огромное. Вот в том-то и дело, что перед тем, как вот писать в комментарии вопрос, потому что он, скорее всего, останется без ответа, потому что мне сейчас некогда, у меня есть свои работы, и еще там заказы я делаю. Вы посмотрите это видео, прошлогоднее на эту же тему, и я даю вам гарантию, у вас не будет никаких вопросов, потому что все-все-все на каждый ваш вопрос, почти на каждый, дан уже ответ, или в этом году, или в прошлом. Вот спрашивают Люда, Оля, в вашей коллекции огурцов есть такие, как обские изумруды, по щучьему велению, сибирский букет, можете о них сказать? Я сразу скажу нет, я и в прошлом году говорила, и нынче буду говорить. У меня два сорта, которые я высаживаю всегда стабильно, мои любимые гибриды, это Настенька и Внучок, ой, не Настенька, Настя, это томаты Настенька, а огурцы Настя. У меня Настя и Внучок, я уже знаю, что от них ожидать, они очень урожайные, они очень хорошие, дают стабильный урожай, вот эти. И в открытом грунте я высаживаю засолочные, нежинские, вязинские, вот такие вот старинные сорта старорусские, все. А остальные я беру любые, на какие глаз упадет в магазине, те я беру. Естественно, выбираю для теплицы отдельно, для открытого грунта отдельно. Как выбирать, я вчера рассказывала. И даже если, например, я высаживала в том году 6 каких-то сортов, так как у меня все время занято с томатами, я сильно не запоминаю, какие дали больше урожая, какие меньше. Я иногда могу даже, сначала я их вроде подписываю, там лунки, потом я их могу перепутать, и по огурцам, если честно, я не советчик, я сильно их не изучаю. У меня все, внимание, вот на томатах. Так, спасибо, очень доходчиво. Кому-то нравится очень подробно, кому-то не нравится подробно. Но я вам скажу так, дорогие мои, мы должны как-то все вместе сосуществовать, если вам кажется, что сильно подробно, ну, значит, кому-то это тоже нужно. Я иногда рассказываю так подробно, что некоторые люди, даже 2-3 раза расскажешь, они еще раз спрашивают. Ну, кто-то только начинает. Давайте будем относиться лояльно друг к другу. Так, какие семена перцев нужно покупать для холодного уральского климата? Это, вот не могу даже имя зрителя, пепау, пепау, ну, не важно. В прошлом году у меня было видео, постараюсь перед началом посева, когда буду сеять, еще раз сказать, это все уже рассказано 100 раз, даже в этом году было. Если у вас холодный климат, выбираем перцы только с коротким вегетационным периодом, желательно, желательно не высокорослые, которые метр, полтора метра, которые очень долго будут формировать куст, низкорослые, компактные, лучше всего ранние, от позднеспелых лучше отказаться, они не успевают у вас и у нас вызревать. Так, пишет, Ольга, как вы успеваете, это такой же труд, успеваю с трудом, вот вчера в час легла, сегодня в 6 утра встала, но это уже у меня такой режим, так и не ответили, как боретесь с фитофтурой. Ну, я уже в этом году весной, вот подробнейшее видео снимала, что начинаем бороться с фитофтурой уже при посеве семян. Вот обработка предпосевная, это уже борьба с фитофтурой, потом рассаду, когда мы опрыскиваем, обрабатываем всякими вот этими фитоспорином, это тоже уже борьба с фитофтурой, профилактика. И когда мы много времени, много операций, процедур по профилактике проводим, то летом нам уже не нужно будет с ней бороться, сильная, здоровая рассада, она меньше восприимчивая к болезням. В прошлом году не было фитофтуры, и вот эти вот, которые на земле, если в крайнем случае сезон плохой, я уже говорила, если сырость, если вот такие вот есть предпосылки, обрабатываю орданом, вот и всё. И я этого не скрываю, некоторые говорят, я вообще ничем не обрабатываю, могу и бордоской смесью обработать, могу и орданом обработать, потому что лучше обработать один раз вот такими медсодержащими препаратами, конечно, нужно высчитать период, чтобы они до употребления 2 недели, лучше обработать один раз, чем потерять весь урожай от фитофтуры. Так, пишет Владимир Леус, а в день удалять лист, а можно больше? Посмотрите, пожалуйста, Володь, посмотрите, пожалуйста, все-все видеоролики на тему формирования кустов томатов, там всё подробно, вот буквально неделю назад выкладывала, и как я удаляю, сколько пасынков в день, сколько листьев, когда начинаю удалять, всё-всё-всё-всё очень подробно, даже некоторых это бесит, насколько я подробно всё это рассказываю. 17 видеороликов о том, как я удаляю листья и пасынки, представьте себе. Надеюсь, у вас не будет после этого вопросов. Так, Оля, когда вы будете садить перец? Спасибо. Садить перец первый буду сеять в январе, в третьей декаде, то есть после 20-го числа. После 20-го числа буду сеять колокольчик рамира, которые в том году у меня не вызрели в своё время, говорят, их нужно раньше сеять, первый год я их выращивала, буду сеять всех толстяков, высокорослых, крупноплодных, и буду сеять для получения раннего урожая. То есть, если вы хотите посеять, например, 20-го, 22-го января, если до наклёвывания будете замачивать, надо за неделю начинать замачивание, я буду сеять, скорее всего, в сухом виде, ну там какие-то, может быть, самые дорогие, вот 2-3 пачки замачу до наклёвывания. Вообще всё это будет у меня 20-го, примерно в 20-х числах января. Покажу всё, прям поставлю камеру на штатив, всё, что буду делать, всё буду показывать. Опять Владимир Леус пишет, да не получается, хоть плач кемер, с дачницей, лентяйка на кусту не зреет, что делать? И он же пишет, живу в НСО, НСО что такое, я не знаю, простите. И так, лентяйка, дачник, спецназ посадил, созреть на кусту не успели, значит, должен посадить на неделю-две раньше. Так, конечно, вот это единственный, самый простой выход, я всегда делаю так. Если вот у меня, например, ну вот на примере перца Ромира скажу, Ромира у меня не созрел нынче, и все говорят, скорее всего, надо сеять раньше, конечно, я посею в этом году его пораньше. Других способов ускорить вот это созревание, мы ещё не знаем, если у него вот такой период для созревания, срок ожидания плодов, он никак раньше у вас не получится, конечно. Но сразу говорю, что если вы посадите, посеете семена пораньше, то, может быть, вам придётся пересаживать в более большую тару, чтобы рассаду не замучить, чтобы ей хватило грунта до того периода. Я использую всю жизнь вот этот метод выращивания, метод получения раннего урожая, то есть сею в более ранние сроки, чем рекомендовано в нашем регионе, и потом делаю ещё одну перевалку, чтобы растение вырастало прям почти до взрослого состояния. Потом его осторожно пересаживаю, и оно как раз поспевает тогда, когда я планирую, а не позже. И вот Владимир опять спрашивает, крупноплодные тигровые жиголы я должен посадить в один день? Ну, я не знаю тигровые жиголы, я не знаю характеристики, но, возможно, и в один день. Я уже так много об этом говорила. Вы посчитайте, когда вы хотите его получить. Тот, который хотите получить раньше, посадите раньше, посейте. Я не поняла сути вот этого вопроса. Пишет Акулина Кулина. Оля, а петунию когда сажать будете? Вы знаете, вот с петунией у меня, каких только сроков я, я ее сеяла в январе. Она у меня потом зацвела, когда-то, может, апрель, по-моему, в апреле. У меня томаты и цветущая петуния была. У меня вся вот эта преддомовая теплица была в цветущей петунии. Там был аромат. Она вся переплелась друг с другом. Она вся разрослась. На следующий год я посадила прям кардинально сильно позже на месяц. Тогда она зацвела позже. Вот это вот, я, знаете как, ну, я признаюсь честно, в последние годы петунию начали вытеснять томаты. Так как места в теплице и места под лампой все меньше-меньше, я вот какие-то годы высаживала. В позапрошлом году я 300 петунии около дома высаживала. Естественно, это было много кассет полностью. Один стеллаж был занят петуниями. Это когда маленькими. Потом она разрослась, я ее начала пикировать в стаканчики полностью. Там была комната в петуниях. Сейчас я стала, если честно, убавлять. Вот эта вот практическая сторона жизни берет надо мной вверх, что, ну, как, красота и красота, цветы и цветы. Стало высаживать их поменьше. И все-таки томаты и перцы вытесняют их немножко с участка. В огороде я уже цветы не стала садить, только на улице за оградой. В этом году я буду садить не рано петунию сеять, но буду, как обычно, наверное, в конце февраля. Может быть, в начале марта даже. Скажите-ка, пожалуйста, надо семена убрать в холодильник на стратификацию? Вот знаете, я сейчас скажу про это. Артем Абасов написал. Я раньше никогда не убирала в холодильник. Я знаете, как делала? Ну, по-деревенски. Все раньше так делали. Собираю семена, выставляю на веранду. Я живу в частном доме. И они у меня всю зиму лежали на улице. Некоторые хотя боятся, у нас вот и морозы минус 30, и под 40. У меня они всегда всю зиму хранились на улице. И весной, только за месяц до посевов я их заносила. И у меня уже не было нужды убирать их в холодильник, вот, стратифицировать. Но после этого, вот какой-то год, один год, я их не вынесла. Посеяла. Такой же прекрасный результат. Я не стала выносить их. И никуда я не убираю в холодильник, никуда. Просто они весь сезон, всю зиму лежат у меня в комнатных условиях. Я потом сею. И я не вижу никакой разницы, что они у меня лежали на холоде, что они у меня не лежат на холоде. Не знаю. Смыслу нет. Заходи. Так. Вот значит ли это, что те, которые выращивают в один стебель с посынкованием, можно посадить гушащие или все-таки не загущать? Оль, знаете, это все зависит от сорта. Есть сорта, вот, которая идет в один стебель, он занимает немного места, его можно покомпактнее. А есть сорты, они такие, даже в один стебель, они вот такие, как широкие кусты, такие кряжистые. Это надо смотреть по сорту, я даже вот это сразу не скажу. Но вообще, я вот в один стебель сажу даже два рядом. Некоторые сорта и так можно вырастить. Из всего, что я сажаю, огурцы у меня удаются лучше всего. Все говорят, что я знаю петушиное слово. Вот на петушином слове я сейчас закончу. Я так смеялась, я не знаю, что такое петушиное слово. Но, оказывается, вот видите, в каждом, в каком-то районе, регионе есть свои какие-то приметы и приисказки. Я хотела бы узнать, что такое петушиное слово. Мы тоже хотим его узнать. Ладно, до свидания. Теперь до завтра или до послезавтра. Продолжение следует...